В России стартовала новая декларационная кампания по начислениям НДФЛ. Важно до 30 апреля предоставить в инспекцию отчет о доходах, полученных в 2023 году, с которых налог не был удержан налоговым агентом. Во-первых, это от продажи, предлежащего ему недвижимого имущества, транспортных средств или иного имущества, которое находилось в собственности, менее установленного законом срока. Срок этот различен, по умолчанию для объектов недвижимости он составляет 5 лет, однако в случае, если имущество недвижимое получено вами по наследству, в дар от близкого родственника, в порядке приватизации, в порядке договора о ренте с пожизненным содержанием, а также в случае, если это у вас было единственное жилье, которое вы продавали, в таком случае минимальный срок 3 года. При этом, если вы продали недвижимое имущество на сумму меньше 1 миллиона рублей, а иного менее 250 тысяч рублей, декларацию подавать не нужно. А вот если вы сдавали в аренду или наем квартиру или дом, отчитаться придется. Также предоставить декларацию необходимо, если налогоплательщик получил от неблизких родственников в дар недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги, и если получил доход от продажи доли в уставном капитале коммерческих организаций. Если установленный срок декларации не представлен, то за это наступает ответственность предусмотренная Налоговым кодексом Серб tirade, за непроставление статья 119, за неуплату 22. А в некоторых случаях может быть предусмотренная уголовная ответственность, за че вас есть � journals 1988, за неуплату налогов. Если налогоплательщик не представил декларацию, то налогоплательщик имеет право сам, в случае, если реализовано это недвижимение имущество или получено даром недвижимего имущества, сам проведет налоговую проверку без декларации, и начислить данные налоги на основании данных, имеющихся налогового органа. Но в этом случае будет штраф 20% от суммы налога и ст. 119 представление, которое может достигать 30%. Налоговую декларацию можно предоставить несколькими способами. Отправить заказное письмо почтой, лично обратиться в инспекцию, воспользоваться услугами многофункционального центра. Но самым надежным и быстрым способом считается электронная подача в личном кабинете на сайте ФНС России. Там есть действующий алгоритм заполнения, необходимые данные налогоплательщика и подсказки, которые заметно упрощают процесс. А уплатить налог по представленным декларациям надо будет до 15 июля текущего года. И еще кое-что. Вступившись в 2024 году, надо будет впервые заплатить налог на такой доход, как доход от процентов от вкладов в банки. То есть если вы в 2023 году получили от всех ваших вкладов совокупный доход по процентам более 150 тысяч рублей, то вы должны с разницей, с превышением 150 тысяч заплатить налог. То есть если, например, у вас несколько вкладов, и у вас общий доход, например, от процентов именно составил 250 тысяч, то значит со 100 тысяч рублей вы должны будет заплатить 13 процентов, то есть 13 тысяч. Но данный доход не надо отражать в декларации, потому что он будет числяться на налоговом самостоятельно на основании данных, которые представят банки. Данная сумма начисления будет отражена в налоговом уведомлении и уплатить ее надо будет до 1 декабря 2024 года. Кстати, срок уплаты имущественных налогов за 2022 год истек еще 1 декабря прошлого года, но не все проявили сознательность. Умеется наличие недоимки, которые налогов в настоящее время предпринимают меры по предидательному взысканию. Применяя меры, предусмотренные статьями 46, 48, 69 и 75 Налог кодекса Российской Федерации. В избежание негативных последствий данных мер взыскания и неуплаты налога, таких как арест имущества, арест счетов, начисление пеней или даже запрет на выезд за территорию Российской Федерации, предлагаю всем налогоплательщикам выполнить свои обязанности и уплатить как можно быстрее свои налоги, в том числе и просроченные. Заметно упростить процесс уплаты помогает единый налоговый счет для каждого налогоплательщика. Все уплачивается одной суммой, которая потом распределяется по начислениям. А если все же возникают вопросы, вы всегда можете обратиться в Межрайонную инспекцию ФНС России. Юлия Теунова, Евгений Стародубов, Новости Искровект. Субтитры создавал DimaTorzok